Это программа Оперативная съемка. Здравствуйте. И сразу главным новостям недели. Жительница Приморского города Арсеньев опубликовала петицию к президенту России Владимиру Путину об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Силовики нагрянули к заместителю управления МВД России по Приморскому краю. А также краевые следователи возбудили уголовное дело против водителя автобуса. Об этих и других новостях в Дайджесте. 22 января в районе Второй речки на льду умер рыбак. Мужчина 60 лет вместе с друзьями рыбачил на татарке. Вскоре ему стало плохо, и он потерял сознание. Очевидцы сразу вызвали скорую спасателей. Однако реанимировать пенсионера не удалось. 23 января краевые следователи возбудили уголовное дело против водителя автобуса, который напал на телеоператора Вести Приморья. Сейчас агрессивный водитель находится под подпиской о невыезде. Его подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Напомним, работники телекомпании снимали сюжет об акции против курения водителей в автобусах. На Семеновской площади они заметили нарушителя. Он дымил за рулем с 40-го автобуса. Водитель повёл себя неадекватно, повредил камеру телеоператору, а самого телевизионщика побил. В тот же день, 19 января, шофёру сделали строгий выговор на рабочем месте. Теперь же он, скорее всего, предстанет перед судом. 23 января в лобовом столкновении двух иномарок пострадали пять человек. Водитель «Тойоты Пробокс» поднимался со стороны Луговой. В районе поликлиники со встречки в лоб ему прилетел «Шевроле», за рулём которого сидела женщина. Луговая «Шевролет МВ», двигаясь Боляева, не справившись с управлением, выскочила на встречную полосу движения, где совершил столкновение с «Тойота Пробокс». В данном ДТП пострадали пять человек, включая двух детей. Тяжёлые травмы получил 11-летний мальчик. Он доставлен в реанимацию. Также в больницу отправлены и остальные участники ДТП. 24 января жительница приморского города Арсенев Валентина Симоновская опубликовала на сайте Change.org петицию к президенту России Владимиру Путину об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с занимаемой должности, сообщает РИА ВладНьюз. В 2012 году на должность губернатора Приморского края был назначен Владимир Миклушевский, который за пять лет привёл регион в ужасающее состояние. Доверие к власти сегодня находится на очень низком уровне. В первую очередь тому виной неэффективность губернатора и его команды, а также их чрезмерная склонность к самопиару, порой переходящую в откровенную ложь. Регион находится в долговой яме, предприятия закрываются, люди сидят без зарплат. По состоянию на декабрь 2016 года Приморский край занял первое место среди 85 регионов по просроченной задолженности по заработной плате – 599 миллионов 400 тысяч рублей. Только за прошлый год акции протеста произошли на таких предприятиях, как ООО «ГХК БОР», ОАО «Радиоприбор», ВМТП «Рыбный порт», «Лучегорский ТЭК», «Лермонтовский ГОК», «КГУП», «Примтеплоэнерго», говорится в тексте сообщения. 25 января силовики нагрянули к заместителю управления МВД по Приморскому краю Илье Шамратову. Обыск его рабочего места обернулся задержанием двух его подчиненных. Тень подозрения в получении взятки легла на начальника следственной части и помощника начальника следственного управления по вопросам технического и компьютерного обеспечения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудник полиции получил через посредника взятку от подчиненного следователя за содействие в примировании в повышенном размере по сравнению с другими подчиненными, а также за непривлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. 26 января водитель иномарки «Хонда Фит» с опознавательными знаками известной таксомоторной компании ночью, двигаясь по трассе седанка «Потрокол», уснул за рулем. Естественно, машина не вошла в поворот и влетела в отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших. Но повреждения «Фита» очень серьезные. Чтобы восстановить малолитражку, потребуется немало времени и средств. В декабре 2016 года Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Положение о запрете было введено после массового отравления и гибели людей в Иркутске, которые употребляли концентрат для ванн «Боярышник». Резонансный случай стал поводом для тотальных проверок. Однако некоторые торговцы проигнорировали 30-дневный запрет. В этом убедились сотрудники полиции и Роспотребнадзора. О том, как проходили рейды по торговым точкам Приморья, мы поговорим с начальником отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марией Ораловой. Мария Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, какую спиртосодержащую непищевую продукцию изымает Роспотребнадзор в магазинах Приморья? Вы знаете, разнообразие этой продукции поражает нас. Это начиная от лосьонов Витасепт, от этилового спирта, расфасованного в бутыльках, заканчивая мягкими упаковками с дезинфицирующим средством под названием «Чистый Эс» пушистик, вот так называемый. В таких же упаковках находили «Боярышник». Собственно, все полное разнообразие у нас есть на сайте, потому что мы публикуем ежедневно по каждому рейду информацию. Здесь в студии у меня вот тут два наименования. Хлебно-злаковые серии «Свежесть», лосьон косметический и вот «Боярышник» тоже очень популярны. Ну, в общем, названий очень может быть много. А скажите, по какому принципу вы выбираете магазины именно для проверки? Ну, во-первых, в управлении работает горячая линия, прям начиная с 30 декабря. И на нее поступают постоянно звонки от жителей районов о том, что в тех или иных магазинах реализуется такая продукция. Эти, конечно, магазины просматриваются в первую очередь. Ну и потом, по ходу рейдовых проверок, магазины без вывесок, магазины нестационарные, магазины, которые при стройке к домам, которые в подъездах где-то организуются. То есть, ну, естественно, в первую очередь попадают они под наш надзор. А люди действительно сообщают? Сообщают, да, и довольно активно действительно. А скажите, сколько было уже изъято такой продукции в 2017 году? Вот за период начала наших мероприятий изъято более 3283 единицы продукции общим объемом более 350 литров. То есть, несмотря на то, что всегда расфасовочка маленькая такая, да, все-таки 350 литров это довольно-таки много. А в каких населенных пунктах изымаете? И вот, может быть, самое большое количество такой продукции было изъято Роспотребнадзором? Ну, мы работаем по всем практически населенным пунктам края. То есть, все наши территориальные отделы имеют, как бы, да, свои рейдовые проверки проводят вместе с сотрудниками полиции. Наибольшее количество, конечно, это Владивосток, это Находка и Спасский район. А в Владивостоке в каком районе больше всего? В Владивостоке, ну, традиционно Первомайский. Отличился? Да, отличается Первомайский тем, что ни одного рейда по Первомайскому району не заканчивается без результатов. Ну, это да. Ну, и в Ленинском районе мы тоже выявили разово, но крупную партию, как бы, достаточно много продукции. А ассортимент тоже широкий или все-таки более узкий? Допустим, или один боярышник, или хлебно-злаковый, вот, лосьон? По Владивостоку достаточно узкий, кстати, ассортимент. По Владивостоку это в основном лосьон Витасепт и метиловый спирт, этиловый спирт в упаковочках, вот, в таких же, да, в бутылочках. Разнообразие встречается там уже, по краю дальше. А скажите, как часто проходят рейды и как они проходят? Что в себя включают? Рейды проходят ежедневно практически. Естественно, только при участии сотрудников полиции. Ну, и организуются выезды на объекты. Ну, во-первых, смотрим, да, за движением людей в этих магазинах, да, смотрим, подходят ли граждане соответствующего вида, да. Кое-где стоит на витринах прям продукция. В открытую. В открытую, да. Ну, и потом в ходе осмотров очень часто под прилавками обнаруживается продукция такая. А что говорят продавцы? Сами торговцы, вот, когда, вроде, казалось бы, поймали, как они говорят, что не их? Почему? Нет, нет. Сознаются сразу. Кто-то говорит, что да, типа, это не мое, мне там, вот, попросили продать, там, я ни при чем. Но большая часть просто ничего не говорит. Ну, то есть, как бы, люди понимают прекрасно свою ответственность, свое участие. Скажите, вот, к продавцам изъятой продукции все-таки какие санкции применяются? Составляются протоколы по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусматривают штрафы на граждан от 500 рублей от 1000 до 2000, на индивидуальных предпринимателей от 3 до 4 тысяч и на юрлица от 30 до 40 тысяч рублей и конфискацию продукции. А вот, я так понимаю, Роспотребнадзор настоял на том, чтобы продлить запрет на эту продукцию. Почему? С чем это связано? Федеральной службой было проанализировано количество отравлений алкогольной продукции и спиртосодержащей и количество смертей от таких отравлений за последние 5 лет именно во время новогодних праздников. Готовили все территориальные управления, готовили такую информацию и впоследствии федеральная служба ее анализировала и подытожила тем, что за период новогодних праздников 2016-17 года количество отравлений резко уменьшилось и количество смертей уменьшилось в разы. В связи с этим было решено продлевать срок приостановления реализации спиртосодержащей и непищевой продукции еще на 60 дней. То есть, как вот, тенденция хорошая, решили дальше для профилактики, как бы это все продолжить. Мария Сергеевна, спасибо. Пожалуйста. А я напомню, сегодня мы говорили о рейдах Роспотребнадзора по торговым точкам Приморья с начальником отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марии Ораловой. На сегодня все. До встречи на восьмом. Продолжение следует...